Это не все спортивные подарки ко Дню Республики. Своими достижениями поздравляют Приднестровье и другие спортсмены. Накануне бендерская Тигина устроила праздник. Екатерина, как это было? Могу сказать точно, молдавскому клубу «Серец» в Бендерах пришлось не сладко. С первых минут Тигина показала, дома играть умеем и делаем это ярко и результативно. В первом тайме счет на табло дошел до отметки 6-0. Во второй половине встречи энтузиазма бендерчан хватило, чтобы довести до преимущества 9-0. Цифры на табло замерли, двузначных чисел там нет, но Тигину было не остановить. К финальному свистку вывели победу в 13-0. Результатом, в принципе, доволен. Хотелось бы, конечно, чтобы сопротивление было более агрессивное со стороны соперника. В национальном дивизионе наши клубы тоже порадовали фанов. В Терновке клуб «Динамоавто» обыграл Аргеевский Милсами 1-0. А в Террасполе шериф принимал аутсайдера Кодру. На удивление противник оказал достойное сопротивление. Желто-черные открыли счет лишь во втором тайме. Прекрасным ударом головой отметился Юрий Кенбиш. Своим ударом порадовал и Бенджамин Балима. Выйдя на замену, спустя две минуты он не упустил момента и удвоил преимущество. 2-0 без проигрышной серии. Шерифов продолжается. Второй тайм. Подняли чуть-чуть ритм. Играли так, как договорились, как были должны играть в первый тайм. И, слава богу, получилось. Создали два гола в ближайшие моменты. Спортивные победы у наших атлетов и за пределами республики. Приднестровские гребцы вновь на пьедестале. На прошедшем в Москве Кубке президента России погребли на байдарках и каноэ. Цироспольчанин Кирилл Шамшурин завоевал сразу три награды. Индивидуальное золото взял на дистанции тысячу метров и три километра на каноэ-одиночке. С напарником Ильей Первухиным выиграл в заплыве каноэ-двоек. В спринце первым пришел Александр Дьяченко. Он выступал в смешанном экипаже байдарки-двойки. А интернациональный экипаж байдарки-четверки Василия Погребана на дистанции 500 метров завоевал бронзу. Нашим спортсменам-ориентировщикам тоже есть чем похвастаться. Чемпионат Юго-Восточной Европы завершился в Молдове. В категории сильнейших выступили четыре приднестровца – воспитанники спортклуба «Тирос Ориент». Мужской эстафете золото завоевали Анатолий, Василий и Иван Фомичевы. На средней дистанции лучшей стала бендерчанка Галина Рыбедюк. В группе до 16 лет серебро на средней и длинной дистанции взял Ярослав Давыдов. И завершим спортивный дайджест кикбоксингом. В венгерском Дьоре прошел чемпионат Европы среди юниоров и кадетов. У терраспольских файтеров три награды. Золото в группе старших юниоров у Виктора Нечитайло. Он выступил в весовой категории 57 килограммов. Среди младших юниоров серебро у Михаила Антохи. В этой же группе, но в категории 51 килограмм, бронзовую награду завоевал Никита Асачий. Вот такие спортивные сюрпризы преподнесли наши атлеты ко Дню Республики. Что ж, пожелаем нашим спортсменам новых ярких побед. Спасибо, Екатерина.